В год памяти и славы на территории города Пущино рождается композиция, которая займет свое место в музейном комплексе в Белгородской области. Там, на третьем ратном поле России, расположено несколько мемориальных объектов. Блок посвящен вообще танковым войскам, истории танковых войск, второй, по-моему, непосредственно, как это, битве. А третий, собственно говоря, вот тот, который мы сейчас делаем, это так называемая битва за оружие. То есть комплекс посвящен вообще, как сказать, переживаниям тыла. Все для фронта, в общем, все для победы. Александр Руснак и его коллеги делают главную декоративную часть для зала славы. По словам художника, в итоге будет создана мультимедийная инсталляция. С одной стороны расположится барельеф, с другой станут проецироваться киносюжеты, посвященные труженикам тыла. Творческой группой поставлены, значит, так, чтобы на этом барельефе были, ну, максимально, ну, по нашему, так сказать, в общем, творческому плану представлены профессиональные группы, там, у столевары, там, инженеры, конструкторы, ученые, учителя, дети, колхозники, вот, в общем, все, кто, как бы, каким-то образом, как бы, вкладывал свои усилия в приближение победы. На плоскости много механизмов, например, большой паровой двигатель. Здесь собраны все, кто остался в тылу, каждый на своем месте, но все подчинены одной цели, одной идее. Рабочее название скульптурного рельефа – «Битва за оружие», рассказывает автор. По словам Александра, в процессе подготовки эскиза, предложенный творческой группой список профессий, менялся. Совершенно неожиданно добавился кинооператор, потому что, ну, как это, без кино, как это, там, без этого Александра Невского, без всех этих документальных хроник, мы просто на них будем смотреть, как бы, и очевидно, что за всем этим стояли какие-то люди. Александр Руснак является автором композиционной идеи барельефа. Работа над сооружением скульптуры началась в конце прошлого года. В декабре была построена модель стены, соответствующая той, что расположена в Прохоровке. В январе группа приступила к изготовлению глиняной модели. Глина сохнет очень быстро, она, как бы сказать, ну, это же, мы ее постоянно, каждый день вынуждены в конце работы просто смачивать, там, поливать из шланга. Мы заканчиваем работу и закрываем это все полиэтиленом, чтобы это не сохло, потому что она сохнет, конечно, очень быстро и стремительно. Нам как это важно, чтобы она была мягкая, пластичная. После завершения модели из кембрийской глины с нее будут сняты гипсовые формы. Они служат для отливки барельефа. Авторы отмечают, что есть несколько вариантов. Можно использовать гипс, бронзу, бетон или современные синтетические материалы. В данном случае барельеф планируется изготовить из искусственного камня, который будет смонтирован на объекте. В нашей команде, про меня, еще четыре человека, они все скульпторы, они все профессиональные ребята, как бы давным-давно работают, и фактически они мои творческие партнеры. Надо понять друг друга, надо понять, что делает каждый, как он думает, как он понимает ту или иную форму. Ну, в общем, это такой сложный процесс коллективного творчества. Автор скульптурного рельефа рассказывает, что для него творческий процесс – это размышление. Когда художник рисует и затем лепит, он пытается понять форму, думает, как ее перенести на плоскость стены. Кроме того, он анализирует исторический процесс и тот контент, что стоит за изображением. Сейчас просто каждый из участников процесса занимается своим куском работы и моделирует форму согласно утвержденному эскизу, всей этой сложной композиции, которую мы долго и упорно сочиняли. Работа, которая рождается в Пущине, вызывает ассоциации с произведениями советского периода. Это не случайно. Художник отмечает, что композиция – часть масштабного музейного проекта и по просьбе заказчиков образцом для эскизов послужило творчество мастеров советской скульптуры. В то же время в барельефе воплощено уже современное видение темы нашей главной войны и усилий, которые были приложены на фронте и в тылу. Художник отмечает, что в итоге работа, посвященная труженикам тыла, станет конструкцией, дополненной изображением и светом. Будет очень выразительно, считает автор скульптурной композиции. Всех приглашаю после открытия музея посмотреть на конечный результат, как все это будет. В ближайшее время отлитый по этому образцу барельеф будет смонтирован в Прохоровке. Открытие нового комплекса, посвященного работникам тыла, намечено на 9 мая 2020 года. Ирина Масленникова, Иван Хромов, Тимофей Якимов, ТВС Пущино.